Кавказ пленила Пушкинская Русь. Эти слова Расула Гамзатова обычно вспоминают, когда хотят подчеркнуть силу влияния русской литературы. Сегодня эту поэтическую строку упомянул в своем выступлении Владимир Зонтария, намекнув, что в рамках политической риторики в настоящее время этот аспект зачастую не принимается во внимание. Даже русские генералы, находясь там, выполняя боевые задания, не одновременно не забывали о научных задачах. У Расула Гамзатова есть очень популярные строки, он берет эпиграф из Пушкина «Смирись, Кавказ», идет Ермолов, а дальше сам пишет «Не Русь Ермолова нас покорила, Кавказ пленила Пушкинская Русь». И вот этот фактор, который сегодня, на мой взгляд, политически не используется. Однако само проведение фестиваля «Русская классика» в Абхазии говорит об обратном, ведь в ходе круглого стола, который прошел в Доме Москвы в Сухуме, ученые, литературоведы и чиновники от культуры и образования обсудили потенциал русской классической литературы и театрального искусства в решении актуальных проблем социального развития современной Абхазии. И часто упоминали о том, что искусство – это мягкая сила, а значит и фактор влияния. Русская культура сегодня объединяет культурное сообщество очень многих стран мира. Своего рода это мягкая сила, но такая мягкая сила, которая несет с собой гуманистические ценности, идеи дружбы народов, идеи добра, милосердия, любви. Поэтому это вечная ценность, близкая в том числе и абхазской культуре. В рамках проекта «Мягкой силы творчества» формируется новое сознание современной молодежи через театр. По словам ученых, на качественно новый уровень поднимается мировоззрение человека, если на этапе формирования на него воздействовать правильными методами, а именно литературой и искусством. Во-первых, тут влияние в нескольких направлениях. Первое – это развитие, прежде всего, детского и юношевского творчества, поддержка одаренных детей, формирование профессионалов. Из них формируется новое понятие театральной публики, а значит жизнь театров будет совершенно иной. И третье – самое важное, которое состоится, наверное, не сразу, но оно уже начинает влиять. Это изменение культурной среды, культурной среды и потребности людей. Возможность быть актером или режиссером делают мечту о сцене более досягаемой для абхазских детей, тем более жителей сел. Дети, живущие в Абхазии, многие первый раз выходят на сцену. Именно для этого и задумывался весь этот фестиваль и это действие. Потому что нам важно, чтобы состоялось детское движение, детское театральное движение, чтобы те, кто себя видят реализованным потом в будущем, может быть, актером, режиссером, чтобы они это смогли почувствовать с детства. Конечно, участие в детском или молодежном театре не предполагает и не обязывает в будущем выбирать профессию актера или режиссера. Искусство окунает в интеллектуальный мир, развивает всестороннее, открывает больше дверей в успешное будущее. А это и есть основная цель фестиваля «Русская классика» в Абхазии.